особое мнение на 101 фм да это действительно программа особое мнение добрый день сегодня веду я мария кожевникова в гостях у нас вице-спикер областного зак собрания 5 созыва михаил курашин михаил добрый день добрый день михаил ну я уже говорила не только вам что я люблю с человеческих тем начинать эфиры но вот в этот раз опять есть чего начать причем именно вот я хочу об этом поговорить не как о каком-то жареном факте да там желтой новости которая разлетелась вчера по всем федеральным сми о задержании пьяным за рулем сына бывшего депутата госдумы предпринимателя сергея доронина не просто был пьяный он там скрывался от дпс в итоге его задержали таких случаев немало у нас благо никто не пострадал очень много да но вот здесь вышла такая история что и сам тимур доронин извинился перед всеми и сергей доронин сказал что не одобряет поведение своего сына ну по крайней мере вот на этом первом этапе люди юлить не стали да у нас вот таких вот случаев на самом деле мало и он был воспринят но вот общественностью как-то ну по особенному наверное у нас же вот судья помните недавно был да начальник кировского гарнизона ничего такого мы от них не слышали вот я просто хочу саму ситуацию обсудить вот насколько это вообще нормально или ненормально что мы вот так вот выделяем и радуемся таким ситуациям когда человек ну просто взял и на самом деле там я честно считаете все ситуации ненормальными и как бы там схожесть по фамилии даже наличие родства там делает из этого человека там какую-то особую фигуру ну вообще в целом то есть что такое публичное извинение да то есть публичное извинение это публичное покаяние вопрос в том в данном случае уместно ли данное публичное покаяние ну на мой взгляд нет почему потому что есть закон который говорит о том что пьяным ездить нельзя для этого есть связи с этим есть наказание ну вот как бы давайте там пусть его наказывают другое дело что там адекватность этого наказания и все остальное это то что там можно обсуждать еще там в бытность работы в загсобрании я уходил с предложением о том чтобы усилить наказание для тех там кто бесправник для тех кто повторно пойман там пьяным за рулем там вплоть до уголовного преследования и так далее там потом пока и покаяние вот подобное там в данном случае наверное не совсем уместно перед чем и за что люди извиняются а если вот смотреть там на фамилии на должность стоп перед чем и за что то есть вот как бы и дальше мы уже там начинаем искать смысл ага вот там публичное лицо там сергей александрович доронин там вот это его сын ну да но это там это уже там семейные будут их вопросы да там семейные разборки относительно подобной ситуации ну сергей александрович тоже как бы за что извиняться за то что он так воспитал сына или скажем так за то что с сыном возникла подобная ситуация ну я тоже считаю что не совсем уместно то есть это опять же его внутренние вопросы ему извиняться не за что поэтому вот сама по себе этом педалирование от всей этой ситуации и может быть на этом примере и много других ситуаций да там она на мой взгляд вообще как бы уже не не интересно и особо беспочвенно там мы смотрим там место происшествия на нашем одном из телеканалов там каждый 2 пойман и там извиняется да там ну после этого не разве там не садятся снова за руль пьяные там показывают героев которых там несколько раз плывет там уходил от полиции ну я думаю что это глупость глупость которую там совершил молодой человек который там может быть силу недостаточного опыта водителя или там по каким-то другим причинам просто там неадекватно среагировал на погоню погоню со стороны органов милиции да то есть дпс вот поэтому там человек совершил правонарушение человек должен быть наказан я считаю что как бы на этом ситуация должна быть разрешена но вот другое дело другое дело да там рецидивности которые могут возникать и здесь уже опять же вопрос не столько к публичной личности доронина вопрос там к его степени влияния на ребенка как отца да то есть если там он проведет беседу в нормальном плане то я думаю что в следующий раз ребенок задумается надо это делать или не надо и опять же это не зависит от того публичный человек или не публичный это там вопросы воспитания вопросы взаимоотношения родителей детей там авторитета родителей детей то есть неважно кто это да то есть там разве там имеет значение доронин это или там иванов какой-нибудь да то есть нет то есть если работа профилактическая со стороны родителей провела проведена недостаточно и появляется рецидивность тогда уже как бы ну и наказание опять же должно быть другим поэтому факт подобные факты они изначально же там рассматриваясь исключительно как компонент какого-то может быть пиара да то есть то есть я не говорю о ситуации с доронином а в принципе да что вот там отрицательный пиар черный пиар это тоже пиар да то есть вот и мне кажется это вся ситуация она вот выйдя но яйца не стоит она как бы построена исключительно вот на может быть отсутствие других позитивных новостей в нашем регионе вот хоть что-то вытащить и что-то пообсуждать но вот об авторитете родительском вы сказали авторитет вот публичного лица и и общества да вот это взаимодействие или иванов некий это совершил да или это совершил какой-то человек известный на которого посмотрели и сказали ух так если он так и не извиняется и как бы вроде за что извиняется за то что он плохой родитель ну как бы там если не сергей александровича если о тимуре вот допустим что он там да там много времени уделял там работе и политике и как бы получилось так что сын там недостаточно воспитан ну как бы это там за это извиняться ну у нас эта проблема если мне не изменяет там память с точки зрения социологов оценится как одна из наиболее сложных что в настоящее время родители настолько ушли в вопросы финансового там обеспечения семьи что как бы детьми практически если о самом тимуре говорить не об отце как бы я не знаком с тимуром я надеюсь что это там адекватный парень да там и вот там подобная ситуация послужит уроком там ну вот собственно на этом наверное мысль а то что там каждый из нас будет там сегодня там публичными или не публичным там в юности тоже там какие-нибудь совершал кто-то дорогу в неположенном месте кто-то там за яблоками в чужие сады лазил ну как бы сейчас есть сейчас все это поднимать там и говорить о том что вот это вот все за все это на публично извиняться ну это это и это юность это там горячие головы поэтому там я думаю что ситуация с тимуром должна успокоиться он должен принести наказание а может быть через несколько там лет мы увидим уже другого успешного предпринимателя или там предположим политика тимура доронина который будет с учетом всех ошибок молодости успешен полезен эффективен для и области и для страны к другой теме перейдем резко вятский гектар председатель правительства александр чурин у нас в эфире заявил что по примеру дальневосточных будут раздавать вятские главная задача привлечь к нам новых жителей причем там такие цифры волшебные 2030 году хотят увеличить их число до двух миллионов то есть это на 700 тысяч получается раздавать будут бесплатно а больше в общем-то пока ничего не известно где когда все только в разработке самое интересное она пока пока еще это вот хочу спросить во первых что вы вообще по этому поводу думаете хорошая идея реальная или утопическое как назвал ее у нас алексей кузьмин ну смотрите да то есть как бы сама по себе идея раздачи там земли людям она там достаточно интересно перспективно и наверное правильно да там не случайно те же большевики одни из первых декретов был декрет о земле где собственно они там эту землю в том числе там людям готовы были предоставить собственно тема с дальневосточным гектаром я с ней сталкивался достаточно много то есть я там активно работал там последние три года на дальнем востоке и поэтому там с дальневосточным гектаром то я смотрел на всю эту ситуацию к сожалению сказать о том что это позволило привлечь большое количество там людей из других регионов там это не позволило 80 тысяч вода за все эти годы это ведь не много в первую очередь туда ломанулись предприниматели и вот тут как раз вопрос стал то о чем у нас сейчас не обсуждать что это за земли то есть на дальнем востоке в частности там приморском крае в первую очередь ломанулись предприниматели которые отхватили всю землю на побережье да там и начали выстраивать базу отдыха там какие-то там мелкие предприятия и так далее то есть насколько это было прозрачно и не коррумпировано там я не сужусь не берусь судить потому что ну по той информации там то что мне рассказывали люди да понятно что там не все было идеально что же касается самих дальневосточников то как бы они к этой идее отнеслись достаточно скептически до были примеры кто как бы получал эту землю но чаще всего это не для чего-то серьезного а там ну не знает дом поставить там какой-нибудь небольшой там открыть базу отдыха вот но в целом то они очень скептически отнеслись потому что начали предлагать им не очень интересную землю и я даже помню разговор о том что там сами дальневосточники говорили о том что там а давайте мы будем это давайте нам землю бывших деревень потому что по крайней мере там есть коммуникации там есть дороги там есть свет там и нам проще будет как бы что-либо там делать но насколько я знаю там именно встречу не пошли давай в чистом поле это чистое поле при том чистое поле может быть там полянкой в тайге или там где-нибудь в районе вечной мерзлоты еще не дай бог там в ходе переработки там найдутся какие-нибудь полезные скопаемым понимаем что дальний восток у нас богат различными скопаем это собственно там эту землю потом обратно и заберут плюс ко всему там опять же не понятен собственно сам механизм предоставления то есть там не развивая эту тему здесь могу там по примеру дальнего востока сказать что там очень большой спор был относительно того когда земля в собственно становится собственностью человека то есть она не сразу становится собственностью человек то есть он должен некоторое время ее по поработать с ней по обрабатывать и так далее там только песни не знает память лет через пять он может как бы там оформлять ее собственность ну а теперь представьте вы поставили дом вы там или там организовали какой-то там хозяйство да там а через пять лет вам говорят слушай ну как бы ты молодец все спасибо ты все коммуникации провел у тебя бизнес хороший ты свободен да то есть и это тоже как бы вызывает много недовольствие не и недопонимание там со стороны местных жителей но вот если теперь это все на киров начать перекладывать с учетом того что побережья у нас нет то вот как как должно ну и третий момент касаемо этих земель сам размер гектара да то есть как бы ну мы с вами городские жители мы с вами плохо представляем что это такой гектар там я разговаривал опять же на дальнем востоке на эту тему разговаривал с экспертом в сфере агро промышленно агро бизнеса да я говорю вообще гектар это что там что можно сделать на гектаре он говорит на самом деле ничего то есть создать эффективный бизнес на одном гектаре невозможно нужно как минимум там 10 гектаров это там я сейчас просто воспроизвожу то что горела реальный эксперт нужно 10 гектаров нужно обеспечить эти 10 гектаров там нормальная система орошения вот там ну мы рассуждали непосредственно по дальнему востоку что-то можно сделать он говорит нового там не клуб не клубника ник там картошка там точно не не позволит создать эффективный бизнес игра что самое самое простое эффективное будет выращивание делать теплицы с капельным орошением и выращивать салат вот это горит самый будет высоко рентабельный бизнес который позволит лет за десять там купить все первоначальные затраты потому что поставить теплицы на десять гектаров это обойдется где-то порядка 15-20 миллионов ну то есть со системой орошения с освещением и так далее и тому подобное то есть вот говорит вот таким поэтому разговор о гектаре но там это пока разговор тоже не людей которые на мой взгляд плохо понимают через это можно сделать если это альтернатива для того чтобы развивать индивидуальное строительство то есть людей перевозить там жить за территорию и для этого им давать гектар но у нас сейчас по моему проблемы с реализации земли то нет есть проблема в том что люди не покупают эту землю и вряд ли дело в том что это проблема стоимости гектара земли гектара земли эта проблема в том что он потом на этом гектаре необходимо что-то ставить да там а поставить дом свой частный дом это там обойдется ну как минимум там шесть-семь миллионов и дальше возникает вопрос где их взять то есть земля землей но земля там не в дефиците в кировской области поэтому как бы я не совсем понимаю кого мы ожидаем сюда приехать там ожидать что-то поедут комики да там жители республики коми которые по традиции выходя на пенсию уезжают там более теплые края ну как бы они любят у нас отдыхать но когда вопрос стоит о выборе места жительства они выбирают более развитые более комфортные территории то есть они едут в центральную и южную часть нашей стране то есть на них рассчитывать не приходится дальше возникает просто тогда кого мы ждем да то есть кто может там увеличить численность нашей территории нашей области за счет этого вятского гектара поэтому я пока более чем критично и скептически смотрю на идею с вятским гектаром считаю что в принципе там нужно дальше продолжать может быть тему и если все-таки думать о развитии малоэтажного строительства индивидуального строительства да там то есть вот в этом направлении идти то есть для собственно жителей области тут есть одна там идеи они еще в свое время там в девятом десятом году говорил тогда еще губернатор области белых идея развития там агломерации то есть идея развития точек социального роста в кировской области и вот там развитие строительство жилищного строительства вокруг каких-то определенных не только кирова да но и определенных райцентров для того чтобы как бы усиливать повышать плотность населения и усиливать вот как бы социально-экономическую основу этих территорий вот это там может быть есть смысл порассуждать но пока что там вятский гектар это вот так же как и идея там с третьим мостом в кирово-чапецк там на мой взгляд это пока такая больше больше идея нежели там конкретные продуманная план действий вот давайте если что вы меня поправите правильно ли я поняла идея с вятским гектаром сработает только в том случае или в первую очередь в том случае если мы будем раздавать землю под ижес где-то рядом с кировом ну либо в противном случае мы потеряем эту землю потому что суда придут и иногородний бизнес которые там в принципе ну вряд ли заинтересован в развитии кировской области но получить бесплатно землю для создания предприятий не всегда чистых предприятий да то есть там ну возможно но и есть но не случится ли из-за этого то что мы перетянем из сел и деревень еще больше людей в киров и всегда с сельским хозяйством у нас все станет еще хуже ну ну а смотри а а сейчас разве у нас там не все плохо с сельским хозяйством да то есть да действительно у нас там есть грубо говоря 10-15 колхозов лидеров которые там я не думаю что люди работающие там в современных условиях и получающие уже достойную заработную плату там поедут в киров поедут те кто потерял работу в связи с тем что предприятие работает по-новому да то есть ну в качестве примера просто там если раньше там в колхозе ферму обслуживала там грубо говоря там 20 доярок да там сейчас обслуживает 5 то есть вопрос куда 15 девается то есть возможно они перед так они и так переезжают то есть если мы посмотрим предположим темпы строительства меня там возникает вопрос у нас столько много стоит эконом жилья кто покупатель это эконом жилья и как бы вот там общаясь с людьми я понимаю что в большей мере это как раз жители сельских наших муниципалитетов которые там сами переезжают детей своих суда и они за счет этого собственно там перри постепенно перебираются из села в город поэтому как бы перетекание но возможно произойдет если будут появляться новые субъекты бизнеса в сельскохозяйственной тематике я думаю что они сами будут решать вопрос о том как привлекать у там жителей тех кто есть но там вопрос умирания там деревень это же с одной стороны вопрос конечно там человеческие но и с другой стороны и вопрос экономический потому что как бы мы понимаем что то как сегодня содержатся эти деревни с точки зрения инфраструктуры с точки зрения всего остального тоже как бы не качество жизни тоже не комфорт жизни для людей поэтому там поддерживать эти затраты ну там вот мне удалось по нашей области поездить я очень рад что в нашей области там ремонтируются дороги но они очень далеки еще от совершенства а если съехать там с основных трасс и проезжать там в деревне ну как бы там вообще все грустно еще у нас строятся новые дороги а из-за этого те которые уже есть портятся то есть вот там мне просто удалось там до крыма доехать и у меня есть чем сравнивать состояние дорог дамы лучше чем там ряд регионов но там в любом случае качество оставляет желать лучше то есть я вчера до вятских полян до доехал и могу сказать что там есть много вопросов к тому во первых почему эти дороги до сих пор не отремонтирована да почему они не попадают в план ремонта потому что например в самом уржуме да да это просто тема не одного года это тема там последних пяти шести лет при том что кладут поверху в некоторых местах уже не самое самое удивительное и там с многими водителями на эту тему разговаривал когда едешь по нашим отремонтированным дорогам то есть по свежему асфальту да машину кидая то есть они все неровные дороги и это тоже вызывает вопрос как там катками можно делать такие неровные дороги и почему это происходит как принимаются эти дороги собственно это одно и в том числе из оснований почему они разрушаются вот поэтому как бы наша инфраструктура она не может поддерживаться при тех финансовых условиях которые есть в нашем регионе тоже нужно искать какой-то выход вряд ли вятский гектар позволит нам этот выход найти потому что даже если будут появляться интересанты скорее всего речь пойдет о земельных участках пределах там 50 километров от крупных центров от кирова там от чипецка слободского от вятских полян а все остальное то ногу будет загибаться еще быстрее то есть люди так переезжают и будут переезжать пусть они хотя бы здесь живут в хороших условиях да 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 перейдем к другой теме сокращение числа депутатов эту тему уже многому в эфире обсуждали и вы у нас тут как раз из крыма да пытался об этом говорили немного да я хочу вот с одного наверно боку только подойти потому что времени мало у нас хотят сократить до 40 человек главный аргумент что чтобы избавиться от молчунов но где гарантия того что вот в этих 40 которые ведь заново будут избираться это ж не сейчас и не здесь от молчунов уже известных будут избавляться вот где гарантия что в тех сорока этих молчунов не будет снова столько же процентов вообще кто такой молчу то есть давайте вот с этого начнем есть и депутат активно не выступает с трибуны есть и депутат не уходит законопроектами то есть если мы этого человека называем молчуном но это не всегда так там всегда есть много депутатов которые активно участвуют в процессе обсуждения в процессе проработки законопроектов они не выступают инициаторами им как бы этого не надо но они принимают активное участие в том чтобы там законопроект получился качественным там иногда речь идет о том что очень часто но инициаторами выступает там руководители или сильные лидеры фракции а там когда речь идет о каких-то политических законопроектах традиционно в лидерах по количеству законопроектов те, кто работают на штатной основе. Потому что, как бы, это их ежедневная деятельность, в отличие от депутатов областников. Поэтому, кто эти молчаны? Я, честно говоря, я понимаю, что кого бы я отнес к молчанам? Того? Ну, тех, кто не посещает. Да, там у нас же много, и практически в каждом созыве есть депутаты, которые по факту живут в Москве или где-то еще, да, там, и они фактически не посещают в законодательное собрание. Вот их бы я считал молчунами. Вопрос в том, что, а почему 40? Да, там, почему не в половину сократить? Почему не 30? Да, то есть, откуда эта цифра взята? Кто будет определять, молчуна или не молчуна, и от кого надо избавляться? То есть, тут вопросов очень много, и, как бы, она сама по себе тема такая никчемная. Да, потому что по факту расходы на депутатов и на работу депутатов, они минимальны. То есть, мы же не говорим о работе аппарата. И никто не предлагает, и господин Титов не предлагает сократить аппарат. Нет, говорится о том, что это может быть следующим мершатом. Но при всем при этом, я вам могу сказать, там, зная работу аппарата, что, и это объективно, аппарат перенагружен. То есть, по крайней мере, с точки зрения правовиков, с точки зрения орговиков, у них действительно очень много работ. И сокращать там, в общем-то, некого. Смысл сокращать точно нет. Давайте мы сейчас сходим на рекламу и вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова. Своё особое мнение высказывает вице-спикер УЗС-5 Созыва Михаил Курашин. Я хочу напомнить, что не только я здесь могу задавать вопросы, но и вы все. Есть у нас для этого телефон 8 909 720 101 и 0. Пишите вайбер, ватсап и даже смс. Пока вопросов нет. Продолжу я. Вы сказали, что идея эта не очень хорошая, как я правильно поняла, но все-таки она на обсуждение выкинута. И вот как думаете, это только обсуждение и что-то оппозиция может отбить и отбиться или будет продавливание очередное? Ну, в связи с тем, как развивается ситуация в целом стране, ну, давайте так, без вмешательства сверху точно ситуация никаким образом не изменится. Ни с точки зрения интересов оппозиции, ни с точки зрения продавливания идей по сокращению. То есть это как бы в любом случае решение, которое будет согласовываться с федералами, с Москвой. Поэтому как бы здесь и не только оппозиция. Но так как развивается ситуация в стране и понимая, что с осени мы уже вступаем в избирательную кампанию по выборам в Госдуму, вот, то я могу предположить, что там решение могут согласовать. Потому что мы понимаем, что главный интересант подобного решения это Единая Россия, которая необходима для удержания позиций без того уже там шатающихся все-таки каким-то образом сокращать количество сокращать возможности для оппозиции публично высказывать свое мнение. Ну вот возвращаемся к истории о том, что сократить хотят списочников, да? Да. А у нас списочники как раз от оппозиции, а одномандатники в основном Единая Россия. Ну там и я по телефону это тоже говорил, там ситуация конъюнктурная, завтра она может поменяться. Да, там кто-то говорит о том, что у нас там большинство одномандатников это руководители предприятия, тем более там в сельской местности это там градообразующих предприятий, ситуация может измениться и тогда уже вопрос будет там ставиться по-другому, почему там одномандатники. Там сама по себе еще в свое время, сама по себе идея там списочников одномандатников, она как бы ну на мой взгляд точно не не имеет никакого там обоснования, кроме как опять же политической конъюнктуры. В свое время именно для того, чтобы увеличивать количество представителей этой единой России было собственно произведено вот это разделение, то есть одномандатники и списочники. И в то время это единой России было выгодно, потому что единая Россия там всегда набирала более 50 процентов и поэтому она получала там весь пул одномандатников плюс половину всего списочного состава. Но там ситуация за это время изменилась и там пример 11-го года когда мы избирались был достаточно показателен, он очень сильно напугал единую Россию. Вот не случайно там следующие выборы 16-го года они там уже проходили в очень таком аварийно-пожарном режиме для единой России когда мочили простите когда давили на оппозицию очень жестко. Но опять же за 5 лет ситуация чуть-чуть на тормозах опять же распущена и сегодня мы видим что уровень недовольства у населения опять позволяет делать предположение о том что оппозиция в Кировской области по крайней мере может реально получить более половины законодательного собрания в том числе и по одномандатным кругам. Времени мало поэтому побежим дальше. Еще вот в эту тему один вопрос как раз вы уже начали говорить об уровне недовольства людей неужели вот уже через протестные акции непонятно что нужно чтобы представительство людей во власти было и нужно эти институты развивать и создавать а не убивать последние это это складывается впечатление что это непонятно даже на федеральном уровне или наоборот все понятно но вообще не надо потому что как бы мы видим примеры Хабаровска мы видим примеры Башкортостана и таких примеров достаточно много да там и несмотря на то что темы федеральные СМИ там задавливают протестные но там мы видим что эти протесты достаточно большие и тот же Хабаровский Хабаровская волна там уже и Дальний Восток охватила и уже в центральной части проявляет но реакции никакой нет да то есть до сих пор происходит полное игнорирование этой темы поэтому а какой может быть альтернативный выбор у тех кто собственно там длительное время последние 20 лет в Кировской области собственно там имел гегемонию и собственно там решал вопросы с точки зрения своих интересов я про Единую Россию да то есть сейчас повернуться лицом к людям я боюсь что как только они появятся там перед людьми люди начнут задавать вопросы и по коммуналке и люди по пенсионной реформе люди по поддержке в условиях пандемии и вряд ли у Единой России есть что сказать на эту тему да потому что как бы они не принимали участие на региональном уровне в принципе в этих процессах а там областная власть исходила из принципа наличия дефицита бюджета и как бы минимизации всех возможных действий поэтому как бы боюсь что там даже если они понимают это недовольство там ну они точно боятся выходить к людям резко как диккенс меняем тему минздрав сообщает что скоро завесут вакцину от гриппа в Кировской области потом как я понимаю завезут вакцину от коронавируса вот прямо в лоб вам Михаил вопрос вы бы себе эту вакцину поставили нет я там ни себе ни родственникам ни близким друзьям знакомым и в целом все-таки предлагаю дождаться когда будут проведены нормальные полноценные правильные все испытания потому что там создание вакцины в течение трех месяцев это абсурд а для чего это нужно было ну я думаю что это опять же политически потому что мы это сделали первыми да и второе это такая некая опять же успокоилка для людей потому что как бы многие посчитали что все все мы там побороли коронавирус и все но о возможных последствиях да там того что вакцина создана в такие кратчайшие сроки там никто и не задумывается ну в смысле мало кто задумывается поэтому не я еще раз говорю там я призываю всех быть очень осторожными и внимательными когда будут им предлагать подобные вакцинации ну решение каждого тут конечно ну если это добровольно потому что у нас очень часто любят под добровольностью там рассылать письма о том чтобы это делать обязательно да там и примеры уже в стране есть когда там в бюджетную сферу приходят письма там из региональных министерств тем что там врачей в обязательном порядке всех вакцинировать там и и люди то просто говорят там мы не хотим мы не доверяем там не случайно сколько там 59 процентов врачей высказались что они не доверяют этой вакцине то есть то есть это люди которые в этом разбираются это понимают о врачах и учителях времени мало снова идем дальше на федеральном уровне прошла информация о том что идет новый учебный год учителей обяжут ходить в масках у нас в эфире представитель кировского роспотребнадзора сказал что учителям это не обязательно а желательно чтобы значит от детей не заразиться хотя вот вроде бы странно да обычно говорят что маска никак не защищает от того от больных а защищает это как раз вот собственно вы понимаете все что связано с заявлениями по коронавирусу оно не подлежит никакой логике да то есть там нас все постоянно пытаются напугать какими-то введениями каких-то ограничений при всем при этом никто не доказывает что это там будет эффективно а зачем нас пытаются напугать нас ну как бы держать людей в страхе это хорошая государственная политика вот и поэтому там по моим ощущениям Роспотребнадзор там и региональные и федеральные вот они просто уже не знают что еще придумать я помню ситуацию когда а нужно что-то придумывать вот вообще ну на самом деле ведь сейчас вот большое скопление людей там в небольших помещениях мы с вами прошли летнюю оздоровительную кампанию в детских лагерях нам говорили да это ужас до этого быть не должно какие детские лагеря там вели кучу ограничений там один пример да но это пример на мой взгляд подтверждающий что во всех остальных эта ситуация была нормальна несмотря на то что там проводились и родительские дни там какие-то и так далее то есть вопрос в том что вот там это показало что бояться этого вот в таком формате не надо да там первоначально были справки введены там какие-то дополнительные меры не такого жесткого характера в детских лагерях то же самое в школах когда я не представляю что такое учитель который будет в маске выступать перед это также будет ситуация что этот учитель маску будет носить в кармане для того чтобы она была и он будет работать будет это вредно будет это полезно там покажет только практика там поэтому сейчас это вот грубо говоря дуем на кипяток да то есть мы не понимаем зачем это надо и не понимаем к чему это приведет ну в смысле мысль роспотребнадзор тоже этого не понимает но вот он как бы с точки зрения того чтобы обозначить свою нужность там придумывать всевозможные подобные требования поэтому я не верю в то что это это эффективно работает то что могут заставить могут заставить я люблю обычно на радостной ноте заканчивать программу на позитивной но сегодня вот нотку грусти я хочу внести и напомнить вам о вашем уже закончившемся отпуске были вы еще пока в позитивных воспоминаниях были вы в Крыму да насколько мы знаем это ваш традиционный маршрут или так сложилось из-за коронавируса и можно я сразу вот этот вопрос задам который я хочу задать коронавирус вот он может как-то поднять российский туризм или нет нет точно нет то что касается там ну мне тоже была интересная ситуация даже в отпуске относительно коронавируса я могу сказать что на полуостров со всем количеством туристов сколько там было мы понимаем что это несколько миллионов да ежедневная статистика по увеличению была примерно на уровне Кировской области то есть это до 100 человек то есть как бы это говорит о том что вот собственно там коронавирус и отдых там тем более в таких условиях как там Крым имеется ввиду природных условиях да там там вещи не связаны между собой нет есть сейчас о том что нам нельзя ехать никуда дальше и мы едем в Крым но не поедем ли мы на следующий год снова в Турцию побывав в Крыму еще раз я сторонник разных разного вида отдыха то есть отдых в Турции это отдых пляжный да там он хорош он замечательный я с удовольствием если будет возможность туда поеду но там в последнее время мне интересен отдых познавательный да то есть мы когда приехали в Крым мы там в принципе с всего времени которые были на пляже это пролежали наверное полдня то есть мы объездили весь Крым мы везде побывали там на западе на южном побережье на восточном в Симферополе там все смотрели там не страдали от каких-то бытовых вещей да вот и поэтому как бы там это другой отдых другое дело что когда нас там опять же лишает возможности выбора там пляжный отдых экстремальный отдых и так далее здесь это вообще наверное можно отдельную передачу на это говорить потому что там у меня очень много вопросов относительно вот этого туристического кэшбэка да почему предположим наши там юг Сочи и там Крым не попали в туристический кэшбэк почему там туда попали там Байкал и все остальное вот мне не понравилось в Крыму честно говоря то что два года вот к ним собственно людей загоняют мы же помним что у нас и в прошлом году были ограничения на зарубежный отдых но с точки зрения туристического сервиса инфраструктура Крым развивается крайне медленно вот об этом я как раз и говорила но нам дальше к сожалению говорить некогда но ради интереса предлагаю всем все-таки там побывать это для меня туристическая была первая поездка в Крым то есть я был раньше там по работе здесь с семьей поездил посмотрел конечно там приятно и в море покупаться и есть много чего посмотреть хотя там на машине добираться туда не очень просто вот то есть это такой путь через пол России пол центральной части России не всегда по хорошим дорогам в пробках и так далее завершаем сегодняшнюю программу Михаил спасибо вам доброго дня всем слушателям особое мнение на 101FM спасибо вам Продолжение следует...